приветствую вас господа и сегодня у нас будет контракт ракета-носителя-носитель как-то так он называется я его уже привозил как бы ракетку мы запустили но в какой-то в каком-то из обновлений нашего тестового сервера мне решили добавить этот контракт но он был без наград без денег и опыта и потом очередной в очередном обновлении тестового сервера данный контракт появился опять с этим полуприцепом ракетным стартуем мы с ним вот с этого места первый раз я тащил этот полуприцеп вот по этой дороге через все вот это вот адский адскую дорогу не знаю как бы назвать в общем это была боль да слезы как говорится а сегодня я решил потащить его через по берегу получается вот тут спустился тут мы немножко проехали тут у нас было улучшение и дотащил вот до самого такого сложного места вот где узенький проход довольно сложно тут было пробираться пришлось пригнать урал урал я играется любезно утопил наполовину с краном но ничего страшного главное вытащил все мазы наша тащить мы это все будем на двух мазах поэтому немножечко проедем вперед попробуем обогнуть эту скалу проехать по дороге и тут поэтому краешку скалы как-то проехать не не заворачивая получается налево и не через все это деревья пробирается как-то попроще давайте посмотрим что у нас этого получится я сейчас чутка отъеду пересяду и мы перезацепимся и поедем таким веселым поездом скажем так перезапускать контракт я уже не стал тащить заново все это дело не интересно там ничего сложного в принципе я на двух мазах вот этих вот спокойненько все это преодолел но наверно вот этот узенький проезд надо наверно какой-то другой грузовик который немножко поуже не такой широкий чтобы с полуприцепом можно было проехать тот же самый урал подойдет но либо другой любой другой стандартный грузовик не такой широкий потому что я сначала утопил один масс потом второй масс утопил и пришлось брать урал и довольно долго это все дело вытаскивать добавили нам наконец-то вот эти арты на загрузку с нашими локациями прикольно и теперь они большие хорошечно как говорится добротненько выглядят так нам главное сейчас преодолеть на наших мазах вот этот вот небольшой крюк через скалы почему взял два маза ну потому что на одном я думаю если там где-то застрянешь чтобы был второй и можно было подмогнуть дернуть немножко чтоб мощи было побольше первый раз я тащил этот полуприцеп на урале но это было просто очень долго скажем так очень 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 долго так тут наверно надо как-то мне по крайней мере вот тут пробраться а второй ну не знаю затащим как-то и у нас сам едет в принципе нормально потому как по мне не хватает этих цепей очень сильно хорошо я не вижу чтоб у него колеса крутились у нашего второго маза с толкача такая у нас двойная мощь мы почти свободно с вами тащим так там по ходу либо камни либо этот столб нам мешает я вот не вижу к сожалению давайте отцепим пересядем посмотрим что мы там можем сделать что нам тут мешает вот этот столб наверно нам так очень неприятно мешает а куда отцепануться направо-то и некуда цепануться давайте назад попробуем сдать чутка это как-то сзади кем-то помогать если только может быть конечно да доставка такого длинного полуприцепа да нам этот столб мешает немножко прям совсем немножко а ну-ка если пересесть сейчас я немножко назад поддам если смогу полуприцепт спануть на лебедке да могу может подтянем его стой сейчас пересядем доставка будет такая достаточно скучновато дергать дергание вот этим вот лебедкой и все в этом духе поэтому и говорится как есть зачем ты вперед тащишь нам надо четко его просто либо он как-то за камни цепляется я к сожалению не вижу укатился наш масло ладно попробуем как-то таким макаром завернуть но тоже не факт что полонет получилось смотрите так наверно надо будет одному проехать чтобы не завалиться я на этом проеду вперед вот этот столб лежачий прямо он по моему без фонарик без физическая модель а вот этот деревянная сам деревянный столб он с физической моделью блин но мы же ехали в чем проблема то не могу зацепиться краном господи полуприцепом опять багается а нет не багается все нормально не мы не достаем хотя тут что-то есть такое понял не могу понять за что он цепляется наверное за камни попробуем за этот столб испануться не за камни опять за этот столб да что же он не мозгу то делает ладно справа зацепов нет вот плохо плохо вот мы как-то вперед продвинулись и никак давайте помощника возьмем может вдвоем будет попроще или мы просто как-то выдернем его зря я отъехал ну ладно горючего я думаю хватит тут и на модулях 200 литров и на канистрах там еще по моему 40 не он все равно цепляется за этот столб хоть убей нет это хрень полная надо вот что-то с этим столбом сделать то мне поровней повернуть что-ли ближе к правому стране прижаться да и назад мы не особо едем прямо вам скажу а как-то расцеплять я не хочу гру этот потом мы хрен его перевернем обратно нормально он как не валяшка ну короче ни назад ни вперед не можем с ним проехать да вот зачем мы такой контракт придумывать я к сожалению не знаю вот он просто подымается и не дает проехать вы если что мотайте когда я выйду мы тут походу надолго с вами даже снег уже прошел давай включай двигатель тащи меня друг хотя бы нам и будет немножко помогать вот этот столб надо убрать просто он тут вообще не к месту ну либо что-то поставить чтобы чем я за что можно с правой стороны зацепиться но и это это не дело в общем ладно будем пробовать протиснуться получается с правой части и ребяткой подтягивать но по-другому никак просто за стол просто мозгу делает и все это тресня да 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 Тут даже не нарисовано, что мы везем, просто полуприцеп. Ждать, когда каждый грузовик заведется, я даже не достаю ни за что зацепиться. Ладно. 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 Выбора нет, придется расцепляться, а то мы не дотащим просто так. Сейчас есть очень большой шанс, что мы этот полуприцеп перевернем и больше, как говорится, мы его не увидим. Мы вроде преодолели наше деревянное препятствие, можем прицепиться, но ладно, посмотрим сейчас. Не надо его тут, о господи боже мой, вот это я неаккуратный прям вообще. Да, будет долго скучно, но, наверное, кому-нибудь будет, я думаю, полезным. Посмотреть, как это делается, потому что если тащить это с другой стороны, там похлеще прикольчики, скажем так. Да, он еще не цепляется, вот это прикол. Насколько надо подъехать? У нас он даже не зацепится, потому что слишком высоко, типа. там. Ого, мы преодолели, фу, как же хорошо. хорошо. Поэтому лучше расцепить получается и немножечко аккуратно на ребёдке дотащить. 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 Тут, наверное, я буду с лебёдкой действовать, потому что чтобы мы не завалились налево, а почему они могут за этот столб зацепить, в чём проблема. Дотащить. Да, вот такие слишком длинные прицепы на батаке с таким маршрутом. Но это очень глупо смотрится, как по мне, прям нереально глупо. Дотащить. 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 Дотно. Откить. Дотащить из caregiver. ну пока только так какая-то длинная конструкция в общем ну и думаю по левой части мы не проедем там довольно неприятный такой уклон там мы завалимся 100% и потом оттуда доставлять, как-то вытаскивать все это займет просто нереальное какое-то количество времени поэтому налево мы не поедем мы попробуем по правой стороне по скалам проехаться я отцепляюсь, поеду я первый чтобы помогать нашему мазу, который тащит наш полуприцеп да и то не факт, что я тут не застряну где-нибудь и не завалюсь тоже надо все медленно аккуратно внимательно смотреть куда едете и так далее ну вроде тут проехать свободно можно даже наверное ну в ту сторону вряд ли преодолеть это получится с таким грузом но сюда заехать можно это хорошо в одинокого-то я проехал сейчас попробуем с прицепом насколько он поднимется и в какую сторону он полетит скажем так это будет вопрос потому что если он брякнется вот сюда вот в этот разлом но это будет печально немножко так а что-нибудь крепкое есть за что я могу зацепиться нет да вот для этого я и брал второй грузовик чтобы можно было немножко его дернуть нет мне нужно его на забор доцеплять она не за бочину поэтому мы немножко передислоцируемся стой 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 чуть сердце в пятки не улетело сейчас бы завалились тут и все хотя столб есть вылезли бы наверно наверно забыл двигатель включить да пытаясь что-то сделать он же тоже должен ехать чтобы ему хоть как-то какую-то тягу создавали давай друг давай заползай отлично ну все ну все считай мы привезли мы взять какой-то взять какой-то с высоким седлом более не такой широкий масс ну чтобы чисто перехватить полуприцеп протащить это узкое место и опять на масс сесть поэтому имейте ввиду и на мазе надо там тоже очень аккуратно прям ехать очень если когда за прицепом едете там еще как-то нормально можно проехать то обратно там просто нужна ювелирная такая работа филигранная чтобы вы не завалились если что ну если так вести то в принципе не слишком прям сложно получается а как я первый раз тащил это было что-то с чем-то просто можем поставить 6 утра как раз свет включить не с таким но у меня уже хорошим настроением то что мы это все преодолели дотащить до нужного нам места хотя я тут пока катался вот обновы накатываются уже 13.8 вроде как скоро релиз должен быть по идее я так думаю не знаю когда точно ванговать не буду но думаю скоро вот новички поедут кататься на этой прекрасной карте ну в смысле не новички а тот кто захочет приобрести данную данное DLC так у нас 120 литров можем заправиться в принципе ой это я короче 200 туда а у нас блин что-то я тут херобору натворил ну ладно соточку литров залили там 100 с копейками с того грузовика 200 с наших дополнительных модулей закинули ладно нам да тут у нас будет таких пару медленных мест это вот это место и там чуть дальше будет на перекрестке скажем так надо будет может видосик сделать перед выходом лучших грузовиков для покорения амура по моей личной версии скажем так я думаю что мы ползем то ешь слила все горючая двигатель да не включал вот лопух так сказать думаю что там и как-то тяжело едем кстати горючая может стать проблемкой может нам не хватить до конца но хотя и там если мы перейдем я просто когда спустимся на берег можно будет перелить все остатки с нашего первого ведущего скажем так нашего поезда и дотащить спокойно на вон нашем втором грузовичке вот она скала симбы да и на релизе я думают это название этого контракта поменяют потому что ракета носители носитель что это уже такое может ракета носителя носитель но я могу ошибаться может быть так и должно быть так у нас проблема надо немножко к заснеженной стороне дороги и тогда мы нормально спокойно поедем не знаю как вам эта музыка но мне на прям пустыню прям навевает мне такие мысли но никак не какой-то заснеженный регион не знаю может это просто мой мозг так работает да этот масс топ-1 прям из грузовиков стандартных для этого региона прям лучше этого маза ничего нет что будем по правой стороне держаться по заснеженной по-другому мы тут особо не поднимемся без без цепей но есть типа столб лебедка но такое себя что нужно что-то еще не на 9-9-10-10-12-24-24-24-255 тысячи без цепей но если вы смотрите под этим шернодом что-то сейчас не вверх и не забирая как-то будет просто вот оно болото по которому мы сейчас с вами поедем не будем как-то тут пытаться срезать что-то поэтому поедем прямо мы все-таки на мази думаю преодолеем медленно но доползем хотя я думаю для этого маза это вообще не должно быть какой-то там особая прям преграда должен спокойно ехать тут и все как бы без вопросов игра так настроена местами хреново специально вам чтобы вы на мази не прямо ехали объезжали как-то хотя грузовик способен чуть ли не плавать грубо говоря ну и что это вот висящий прицеп что это такое полуприцеп я вроде нажал включить двигателя он что-то не не захотел включать ну ладно и 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 запасное колесо имеет 40 литров прикольно и как это работает и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, выглядит наш МАЗ просто эпично. Не знаю, как вам, но мне он нравится. Продолжение следует... Не знаю, почему он поехал на Яре без цепей. Наверное, не знаю. Бесстрашный водитель, скорее всего. Так, теперь нам главное спуститься. А там на подъеме нам, если что, наш РНЖ поможет. По-моему, он там стоит. Да, надо было, конечно, шире заходить. Но ладно, мы как паровозик. Мне можно. Хотя у нас тут полный баг, в принципе. И соточка на нашем ведущем. Итого... Ну, почти соточка. Думаю, закинуть наверх хватит. И дальше мы уже там сами доберемся. Скорее всего, тут нужно будет выполнить какое-то поручение. Типа, не знаю, вот это. Типа, для труднодоступных мест. И потом, наверное, откроется, чтобы запилить здесь переправу. Ну, нам и на мазах, нам не пофигу. Типа, нам норм. Наверное, я точно не знаю. Это просто мои предположения. Тут еще полуприцеп стоит. Но, по-моему, я уже весь с него... Все горючее слил, все, что можно. Периодически тут катаешься. Когда туда я ехал, сливал. Это точно. Ладно, 26 литров пойдет. Остатки последние. Такой полуприцеп, просто топчик для этой карты. Лучше не придумаешь. Местами вот эти вот шипы на нем, выступы. Очень даже мешают. Но, когда ты преодолеешь этот момент, где там эти места, нужно будет проезжать. Ну, прям, милое дело. Лучший полуприцеп в игре, больше ничего не нужно. Тут, как по мне, с полуприцепами гораздо удобнее кататься, чем просто с прицепами. Ну, это чисто свойство нашего Амура. Прицепы тут особо не котируются. Давай будем тебя просто сбрасывать. Да, представляю, заказчик заказывает. Довезите мне ракетный полуприцеп. Водила такой, окей. Как такой, знаете, этот Эйс Вентура повез. Сто раз перевернулся там и так далее. Ну, блин, не знаю. Просто глупо выглядит. Такой длинный полуприцеп. И по таким дорогам дощить. Мне это вообще не нравится, если честно. Да, и как за этим полуприцепом поедете, если даже вы таким паровозиком, либо в одинокого, берите с собой модуль с ремонтом и заправкой. Сервисный, по-моему. Пригодится. Ну, лучше минимум два, а лучше три грузовика. Вот так тоненькое место, прям, чтобы спокойно преодолеть без проблем, потому что слишком широкий он. Да, кстати, на некоторых местах на карте я заметил, немножко камней убрали. Я аж удивился. Что там до этого катался чисто по этим камням, а потом едешь, опа, а камней-то и нет. такого поколения на мой белый. Продолжение следует... все дальше мы уже думаю докинем на нашем доставщике без помощников вот это вот странная дорога прям максимально странная не знаю кто так нарисовал и подумал что это типа круто классно интересно не знаю не бывает таких дорог чтобы вот такие яма углы но и блин не знаю прям вот чисто искусственный объект специально сделаны для чтобы наша пятая точка там в определенные моменты сужалась до этого до уровня надо черной дыры как-то так можно это называть но это тоже такой прикол да типа вот такой снежный регион и нет цепей тоже по мне бред полный может не цепи как там резина шипованная с чем-нибудь хотя бы но бред полный бред может в реале конечно тут на нем и никогда цепи это не ставилось но мы же играем у нас игра я думаю в реале такой полуприцепы по таким маршрутам никогда в жизни бы не повезли да у всяких таких объектов там заводов и так далее таблички всякие завезли там ой стой стой что мы разогнались с вами прям с горки таблички этом описание добавили всякие прикольно вот это ой камера не трясись этом короче там синяя надпись была вон не и кого вот такая доставка вторая уже у меня это получилось немножечко попроще ну ладно спасибо вам господа за просмотр подписывайтесь на канал и мы увидимся с вами в новых видео по сноураннеру уже совсем скоро давайте пока пока